Всем привет, с вами Артем, и в этом видео я покажу 6 часов работы в Яндекс.Про на велосипеде, будем доставлять продукты из магазинов, корм из зоомагазинов и будут заказы из ресторанов. Также покажу свой заработок и какие заказы я отменял. В общем, будет интересно, присаживайтесь поудобнее, заваривайте вкусный чай и приятного просмотра. Про лайк и подписку на канал, кстати, тоже не забывайте. Ну что, через 5 минут начнется мой слот, сегодня работаем с 16 до 20, термокорб со мной, велосипед со вторым смартфоном тоже. Кстати, прикупил много гаджетов, обо всем расскажу в шортсах, поэтому залетайте на канал, там они уже есть. Поработаем 4 часа, посмотрим, какие будут заказы. Сегодня я опять не в центре, я очень хотел. Кстати, спасибо большое за поддержку под прошлым роликом, я очень хотел в центр, но там разобрали все слоты. На видеоролик хотелось выпустить, тем более у меня еще специальный бонус действует по 260 рублей за заказ, поэтому, наверное, легче потаскать всякие пятерочки с ним. В общем, посмотрим. Загадывать не будем, посмотрим, что сегодня будет. Давайте посмотрим, что у меня творится в Яндекс.Про. На часах 16.01, я уже начал свой слот, приоритет у меня плюс 10, я выключил, что я на велосипеде, пусть мне дают пешие заказы, я на них буду быстрее ехать, быстрее отдавать, и посмотрим, будут ли с ним приходить заказы. Сегодня работаем по вот такому вот району, и посмотрим, сколько можно заработать за 4 часа. И, кстати, на балансе у меня 0 рублей 0 копеек, потому что после прошлого раза я вывел все деньги. Но чтобы работать в Яндекс.Доставке, нужен проверенный партнер, и это, конечно же, парк Богатый Курьер. Подключайтесь к ним пешком на велосипеде, на автомобиле без разницы, подключают всех. Выплаты моментальные, 3% комиссия. Если введете промокод Китай, то 3 дня без комиссии парка. Все нужные ссылки есть в описании. Выбирайте качественных и надежных партнеров, которые уже давно на рынке. Ну, а я пошел ловить свой первый заказ. Вот и первый заказик наш на сегодня, и это у нас ZoopTorque. ZoopTorque сейчас откроется карта, кстати, не нарадуюсь этому приобретению, очень удобно. Получается ехать 11 минут. Ну что ж, поехали, посмотрим, что там будет. Кстати, забыл сказать, что Яндекс.Про объявляет конкурс среди всех пеших курьеров, которые сделают за неделю 60 вручений с включенной функцией электровелосипед. Вся подробная информация и сроки проведения в описании. И не забывайте, что мультизаказы считаются все точки вручения, поэтому успевайте подключаться к парку и участвовать в конкурсе. Доехали до ZoopTorque, еще время даже 8 минут осталось. Прожимаем на месте, и сейчас будем получать на 1800 кошачьего корма. Я посмотрел, там 40 баночек. В общем, у нас спид пристегнут. Пойдемте. В итоге ехать всего 3 минуты, 400 метров. Вот так вот это все выглядит в моем термокорбе. Закрываем и едем отдавать. Доставка. Ну что, вручаем посылку первую на сегодня. Заказ будет оплачен. Получаем 103 рубля, но у меня должно это все добиться до бонуса. 100% активности. Слот активен. И посмотрим, сколько у нас по итогу. Да, у нас добилось до 260. Не прогрузилось, но тем не менее, чистыми у нас 228 рублей. Ждем следующий заказ. По поводу бонуса, почему мне доплачивают. Это Яндекс. Вот так вот эти скриншоты эти все выглядят. Первые 15 заказов в первые 30 дней с термокоробом доплачиваются, чтобы окупить этот термокороб. Ну и в целом даже в плюс выйти, потому что выходит намного больше сумма заказа, чем стоит данный термокороб. В общем, чтобы устроиться, вы знаете, где все ссылки. Они в описании. И если вы уже досмотрели до этого момента, не забудьте поставить лайк. Пришел следующий заказ с доплатой плюс 100. И это KFC. Мне ехать 16 минут. И находится это, ну, плюс-минус, конечно же, далеко. Я думал, что-то поближе придет. Но, тем не менее, варшрут мой вот такой вот. В общем, поехали. Посмотрим, сколько за него заплатят. В прошлый раз было вообще нереально ездить. Ну, то есть, было очень жарко. Сегодня же все совершенно наоборот. Вот, прохладный воздух, на улице температура плюс, в общем, 17. Ну, в общем, в целом, погодка радует. И это меня тоже радует, потому что, когда жарко, тогда невозможно. Сегодня же прям вообще красота. Доезжаем до KFC еще 8 минут. И посмотрим, что нам получать, куда ехать. Получил я заказ с KFC. Вот так это все выглядит в термосумке. И ехать мне 20 минут. Блин, седьмой небольшой торговый центр. Неужели тут не было курьеров, блядь, чтобы я 3 километра ехал сюда? В общем, ладно, поедем. Время на раскачку нет. Вот такой вид из подъездов. Дома, железная дорога, дома. Мы вручили посылку. Давайте посмотрим, сколько за нее заплатят. Заказ будет оплачен картой. 211 рублей. Но, опять же, бонусом, скорее всего, мне докинут. До 260. И действительно, два заказа грязными 520, чистыми 470. Продолжаем. Ну, в принципе, я на это и рассчитывал. Пятерочка. Пятерочка, 5 минут подачи, прям недалеко. Поехали забирать. Надеюсь, там немного. Там, кстати, даже, наверное, можно и посмотреть. Так, посылка для получения. 7 позиций. Да нет, нормальный. Можно взять. Поехать. Надеюсь, недалеко потом везти будет. В общем, погнали. Вообще, часто выстреливает эта пятерочка на Мещерском бульваре. Просто пойдемте сейчас в нее. Будем забирать свой заказ. Быстро мне отдали посылку. Нажимаем получить. Посылка получена. Ехать нам 2 минуты. Вообще, красота. В прошлый раз, кстати, из этой пятерки также близко было ехать, поэтому она мне нравится. В общем, выезжаем. Время 6 вечера. И на улице уже стало прохладнее, на самом деле. И я хочу сказать, что я не зря взял куртку. Поэтому мы сейчас будем... Чем? Сейчас отдадим заказ, в общем, и будем одевать куртку. Потому что прохладно стало. Ну что, посылку мы вручили. Прожимаем Яндекс. 66 рублей показывает. Заказ будет оплачен картой. 66 показывает. Ну, сейчас должен добить меня опять до неплохой цифры. 260. Ждем следующий заказ. Надеюсь, опять из этой же пятерочки придет какой-нибудь недолюбкий. В общем, мы ждем. После того, как дал заказ, рифло опять к пятерочке подъехать. А мне в итоге дает Яндекс.Лавку. Яндекс.Лавка. Первый раз Яндекс.Лавку буду везти. Посмотрим, что там будет. Посылка для получения. 24 позиции. Блин, дофига, конечно. Но я думаю, в термокороб все уберется. В общем, тут буквально до минуты ехать. В общем, она чуть дальше пятерочки. Поехали. В общем, забрал лавку. Переоделся там. Там, кстати, довольно-таки неплохо. Приятные девушки выдают заказы. В общем, все поместилось в терморюкзак, термокороб. И ехать 15 минут. Такой маршрут. Погнали. Блин, только куртку надел. Вышло солнце и начало припекать. Но одно радует, что я еду. В машинах все стоят. 8 баллов по городу. Нам еще 9 минут ехать. Что же. Надеюсь, скоро доедем. Ну, по крайней мере, без пробок. Вот в такой домик мы приехали с Яндекс.Лавкой. За 15 минут все вручили. 227 рублей показываю. Заказ будет оплачен. В итоге действительно 227. Но мне до бонуса, опять же, 260 добьет. Я тут на перерывчик ушел. Все действительно 260. Но даже если бы не было бонуса, то неплохая сумма заказа. Тут, в принципе, сколько я его? 20 минут, наверное, делал. В общем, сейчас я попью. 5 секунд отдохну. И будем ждать новые заказы. Пока я ехал в сторону лавки, упал, опять же, тот зооптор, который падал при первом заказе. Ехать 8 минут. 1,2 километра. Опять же, вдоль какой-то дороги едем. Но, опять же, 200 рублей точно уходят мне. И, надеюсь, недалеко будет везти. По тому же маршруту через ЖД пути гоним. Погодка, кстати, хорошая. Даже снял куртку, потому что жарко. В общем, едем. Ну что, даже время еще осталось. И все тот же зоопторг. 2,5 килограмма, кстати, корма всего. В прошлый раз было 4. Так что норм. Пристегиваем и забираем посылку. Ну что, 2,5 корма загружены в термокороб. Я доволен. Надеюсь, что и кот будет доволен, кому я везу этот корм. Ехать на 1,5 километра 7 минут. Довольно неплохо. Поехали. Перепутал я. Там была собака. Но, тем не менее, она выбежала. В общем, была рада, что я приехал. Давайте посмотрим, сколько нам за это заплатят. Заказ будет... 119 рублей. Опять же, доплата. Ребята, регистрируйтесь, пока есть время. Так, 119. Это хорошо. И будем ждать следующий заказ. Не знаю, придет ли что-нибудь отсюда. Но, тем не менее, подождем. Покатаемся. Посмотрим. В итоге, там, где я давал за авторг, ничего не пришло. И мне, как бы, ничего не оставалось делать, как ехать. Опять ближе к лавке. Ближе к пятерочке. Надеюсь, меня слышно из-за ветра. Вот. Пока едем. Нету заказов. И до слова-то до окончания 25 минут. Может быть, еще на часик продлим. Посмотрим, что там будет с заказом. Совершенно случайно отменил заказ. Мне теперь пришлось включить автоприем. Заказ, блин, был вообще несложный. Две точки из магнита. Прямо, можно сказать, соседние дома. Теперь мне включен автоприем. Посмотрим, что придет на автоприеме. Время без десяти. А, ну, все, он сразу принялся. Давайте посмотрим. Девять минут ехать. Это у нас ресторан Печь. Ресторан Печь. Мануфактурная 18. Ну, я примерно знаю, где это. Не так же далеко. Так что на автоприеме поехали. В онлайн-режиме все пришло. Так. Ну, в общем, поехали. Я в печали. Буквально минут проехал и заказ отменили. Доход ноль. Понятно, что я даже не доехал до туда. Что теперь на автоприеме. Ждем следующий заказ. Я, кстати, еще добавил один слот с 20 до нуля. Но я думаю, что до 9, может быть, максимум до полдесятого. Покатаемся. Еще посмотрим, что тут будет. Но ждем следующий заказ на автоприеме. Минута не прошло. Пришел следующий заказ из магнита. У меня время подачи 11 минут. Я просто выключил, что я на велосипеде. В итоге ехать 5 минут, 1 километр. Сейчас через дорогу. И, в общем, поехали. Посмотрим, куда этот магнит нужно будет везти. В итоге заказ собирали больше 10 минут. Даже платное ожидание пошло. Но ехать нам всего 4 минуты, что довольно неплохо. Погнали. Кстати, уже слот с 20 начался. Посмотрим, может, еще заказик возьмем. Да, пофиг, да. Что такое? Никто в дяде ждет. Доставка. Спешно вручаем посылку. Заказ будет оплачен картой. Да, 70 рублей. Даже платное ожидание 9 накапало. Но у нас, как вы знаете, еще бонус действует. Поэтому все добьется до 260. В общем, ждем следующий заказ. Надеюсь, он придет. Потому что, в принципе, до 9 может еще поработать. Я еще не прям сильно устал. Но удивление. Но я думаю, из-за того, что вечер. И в целом не так жарко. В общем, ждем. Кстати говоря, за 4,5 часа зарядка до 20% упала. Вот таким нехитрым способом я заряжаю свой смартфон. То есть, тут просто пауэрбанк. Короткий шнур. И в целом все смотрится гармонично. И ничего никуда не девается. В общем, ждем заказ. Не знаю, придет, не придет. Но в целом должно быть что-то. Потому что все, в принципе, приехали с работы. Все должны что-нибудь заказать. И я жду. На автоприем пришел следующий заказ. У меня еще 88 активностей. И всего одну минуту ехать. Это Кулк Левер. Я с него уже, из него точнее, забирал несколько заказиков. Посмотрим, что у нас тут на 1200. Ну, надеюсь, будет немного мяса. Очень много мяса и мало молока. В общем, пойдемте его получать. Прям минутку ехать. И посмотрим, куда его везти надо будет. Получил заказ. 7 минут ехать. Довольно неплохо. Велосипед припаркован. Встретил, кстати, еще одного курьера. С ним немного разговаривались. Я ему не сказал, что я снимаю видео. Но, тем не менее. В общем, сейчас поедем на другую сторону. Ну, блин, где пятерочку, короче, избирали. Можно сказать. Ну, вот. Уже чуть спать даже хочется. А усталости нет. Странное дело. Если что, заказ выглядит вот так. Это моя бутылка, из которой я пью. Ну, наверное, еще сделаю заказик. Все-таки время 20... 41. Ладно, я думаю, еще можно. Вышел на улицу, поймал интернет. Вручаем посылку. Заказ будет? Да. Доход, конечно, такой себе. Но, опять же, наверное, еще бонус действует. Бонус еще действует. И, наверное, скоро он закончится. Будет печально. В общем, автоприем до сих пор включен. Давайте еще один заказик. И, наверное, все. Вот такой красивый закат. Начинает темнеть. И я включил фары. В общем, шорты смотрите. Если я не выложил или не смог смонтировать, хотите меня в комментариях. В случае главное это. То, что у меня все горит. Если что, меня заметит. Уже думал, что ничего не придет. И пришел перекресток с подачей. И пишет 6 минут. Но я включил то, что я типа пешком без велосипеда. По факту ехать 2 минуты. Так что норму. Надеюсь. Везти недалеко. Пакет легкий. Ну, как обычно, вы знаете. В общем, погнали забирать. Минут 8 у меня собирали заказ. Уже прям потемнело. Ехать 4 минуты. Ну что? Мне кажется, пора поехать. Или вообще еще один заказ сделать. В общем, не знаю. Сейчас посмотрим состояние. Ну что? Вот с таким видом вручаем посылку. Вообще 66 рублей. Блин, мне тут немного неудобно. В общем, ну я думаю, что вы поняли. Так, вручаем посылку. Так. Ну, блин. Я хоть не в лифте, но интернета почему-то нет. Что я думаю? В целом, можно еще, в принципе, сделать один заказ. У меня уже автоприем будет выключен. Если мне не понравится, и это будет далеко, я не поеду. Если недалеко, то можно сделать. И будет как раз 6 часов на линии. Потому что не хочешь вручаться. В общем, ладно. Сейчас интернет появится, я включусь. Я в итоге вышел из подъезда, немножко дом объехал. Интернет есть, все загружает. А заказ не может закрыться. Сейчас через поддержку будем решать вопрос. А что делать-то? Ну, вообще никак. Я перезаходил и выходил. И вот вообще все залагало, заглючило. Ладно. Закроем через поддержку. В итоге помогла перезагрузка телефона. Вручаем посылку. И что это случилось? У меня телефон опять выключил. Я не знаю, то ли в Яндекс.Про так приезжает, то ли что. У меня реально первый раз такое. Что ж, опять ждем загрузки. И включусь, когда он загрузится. Ну что, включил я Яндекс.Про. Этот шайтан заказ, в общем, закрылся. Неужели? Осталось полчаса. Я думаю, что, что. Ну, автоприем сейчас выключу. И посмотрим, если что-то придет нормальное, возьму. Если далеко, то не поеду. Как-то так. Ну что, я дома. Больше заказов не было. И я решил уйти с линии. В итоге проработал я чуть меньше 6 часов. И заработал 1800 рублей. Если делить одно на другое, то получается примерно 300 рублей в час. Даже 305 рублей, если прямо уже вдаваться в подробности. Конечно, без бонуса было бы грустно. Потому что было бы, я не знаю, там рублей 150, наверное, в час. Но, тем не менее, сегодня намного лучше прошло, чем в прошлый раз. Потому что тогда я проехал 24 километра. И мне было прям вообще плохо. Сегодня 32 километра. Вот тут вот вы видите статистику. Сколько я там сжег калорий проехал. В общем, сегодня прям нормально себя чувствую. Все замечательно. Ну и, конечно же, не забудьте поставить лайк. Также подписаться на канал. Еще раз извиняюсь, что в этой серии я не в центре города. Но в следующей, если вы поставите, ну, не знаю, 100 лайков. Давайте соберем 100 лайков. Почему бы нет? Вот в прошлой серии набрали. Соответственно, съездим в центр. Посмотрим, что там из заказов. Потому что там должны быть рестораны. В общем, будет интересно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на все социальные сети. Ссылки есть в описании. Ну и ссылка на парк. Чтобы зарегистрироваться по промокоду Китай. Тоже есть в описании. Все номера телефонов. Подключайтесь. Работайте в одной команде вместе со мной. Ну и также не забывайте про конкурс для пеших курьеров. Он тоже важен. Потому что, почему бы нет, есть возможности подзаработать и поучаствовать в конкурсе и выиграть. В общем, как-то так. Всем удачи. Всем пока. До скорого. Как-нибудь увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok